Братья и сестры, только что мы с вами слышали два весьма продолжительных евангельских отрывка. Евангелие от руки, а еще был Евангелие от Иоанна, в которых сам Господь наш, в которого мы с вами веруем, сообщает вам некие непреложные истины. В Евангелии от Иоанна мы слышали, как Христос говорит, что «я есть в дверь овца», «я есть в дверь». Но если сейчас на наш более понятный язык перевести, то «я есть выход». Если вы путаетесь по лабиринту жизни, не знаете, где найти выход, где найти избавление, то «я», через «меня» вы можете найти этот выход ко спасению. «Я есть в дверь» — «мною, а еще кто в них спасет». Тот, кто через «меня» пройдет, тот через «меня» примет спасение. И далее Христос говорит о том, что «я есть пастырь добрый». Пастырь добрый душу свою положит за своих овец. То есть он пойдет даже умирать за тех, кого он любит. И «глас мой услышат». Вот эти слова очень важны, братья и сестры. И овцы «глас мой услышат». Христос говорит о том, что есть некий критерий, показатель, по которому можно определить, человек действительно ли верует в Господа Иисуса Христа. Так вот, этот критерий звучит так. «Они глаз мой услышат». Если человек не слышит голос Божий, не слушается повелений Христовых, не исполняет Божьи заповеди, не строит свою жизнь на основании этих заповедей, то можно определенно сказать, что для него Христос не является пастырем. Для него Христос не является Господом и Учителем. И этот человек не найдет выхода. Он не войдет, он не выйдет из этой путаницы греховной своей жизни и не войдет уж тем более в Царство Божьей правды. Потому что Христос сказал «Я есть не дверь, только через Меня можно войти в жизнь вечную». И вот, казалось бы, простые слова, но они настолько кундаментальны, что ставят нас как бы перед неким выбором. Причем третьего тут не дано, тут нет никакого люфта вправо или влево. То есть, либо ты для себя принимаешь Христа действительно как дверь в Царство Божьей правды, либо для тебя действительно Христос есть пастырь, и ты слышишь и слушаешь Его глаз, призыв Его. Либо ты запутаешься в лабиринте собственных страстей, пороков, своих прав, представлений, и, не найдя выхода, так и останешься, законсервируешься навсегда вот в этом состоянии своей духовной путаницы. Братья и сестры, это не философия, это реальная жизнь. И вот сегодня, сколько человек у нас исповедовалось, и я рад тому, что многие пришли впервые за долгое время, потому что, как бы ты себя не успокаивал, как бы ты не объяснял свои поступки, свою правду, свои какие-то доводы не приводил, если ты живешь без Бога, если нет в твоей жизни вот этого послушания голосу Христа, то ты во лжи, в самообмане. Когда-то Пилат спросил Господа, а что есть истина? Помните, этот усталый вопрос понтийского прокуратора. И, не дослушав даже ответа, он ушел от Христа. Но если бы Пилат немножко бы задержался, то он бы услышал то, что слышали ученики в Евангелии от Иоанна, где Христос говорит, «Я есть путь истинной жизни, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Что естественно, Христос есть тот безусловный, безукорительный критерий истины, вокруг которого должна строиться вся правда человеческой жизни. Не будет Христа, все будет относительно. Знаете, есть такая теория относительности. Можно сказать так, без Христа вся жизнь наша – это просто теория относительности. Твоя правда относительна, твоя совесть относительна, твои добрые дела тоже относительны. Ты сделал доброе дело, а оказалось, что это дело, потому что на тебя наставили телекамеры, и у тебя впереди выборы. Вот и вся правда. Ты положил денежку нищему, а потом три дня ходил, нос задирал так, что лучше бы ты не ложил эти копейки, чтобы потом не превозноситься перед дня над всеми. Примеров можно приводить много. Есть только истинная, стержневая такая ось, вокруг которой можно построить настоящую христианскую, спасающуюся душу человека. И эта ось является правдой Господу нашего, Иисуса Христа. Поэтому услышим сегодня, дорогие прихожане, все, кто сегодня стоят в храме Бога нашего, что говорит вам Бог? Я есмь, пастырь добрый. И овцы услышат глаз мой, и они откликнутся. Потому что я есмь, тот, через которого можно войти в жизнь вечную. Третьего или альтернативного пути просто нам не дано. И было бы странно, если бы христианин вообще думал, что есть еще другие варианты. Второе, евангельское чтение, которое мы слышали также, оно еще более интересно, еще более вдумчиво, потому что там очень сложный текст. Мы слышали, как Христос говорит такие слова. «Который из вас, имея раба своего, после того, как он весь день трудился на поле, посадит его за ужин на стол и скажет, ешь и пей. Не позовете ли вы его, чтобы он сначала приготовил для вас ужин, и только лишь потом, когда он вас накормит и послужит вам, он будет сам принимать пищу». И далее Христос приводит вот такой довод, что если раб исполнил ту волю, то повеление своего Господина, которое ему было дано, он не должен ждать за это благодарности, потому что он исполнил то, что должен был. «Так и вы», говорит Христос, не думайте, что если что-то исполняете, то непременно Господь буквально обязан вам тут же отблагодарить. Понимаете, как это актуально, братья и сестры, сегодня для нас? Когда человек что-то сделал, то, что по-хорошему, он и так должен делать. А потом говорит, «Вот я, батюшка, вот я хожу в храм, я вот, батюшка, молитвы читаю, а Бог мне не помогает». Это так вот можно перевести, что «Батюшка, я…» Простите, вот так нужно перевести, если человек скажет, «Я хожу на работу, получаю зарплату». Вот. А меня директором почему-то не ставит. Ему же можно сказать, «Подожди, друг, но ты же и так делаешь свою работу. Ты и так должен ее делать. А почему ты ждешь за обычную работу каких-то сверхблагодарностей, да, братья и сестры?» Ну, нечто подобное. Сегодня у нас многие люди, воспитанные на такой эгоистичной модели современной цивилизации, очень сильно обижаются, когда слышат слово «раб Божий». И недалее как вчера у меня был такой, мне задали вопрос, «Батюшка, а почему? На каком основании нас рабами-то называют?» Пришлось успокоить человека, сказав, что «До рабов нам еще с вами дорастина». Раб тот, кто исполняет. Мы с вами волю Божью только нарушаем. Мы только нарушаем волю Божью. До исполнения нам еще с вами столько нужно расти, так, чтобы ты рабом еще назваться-то не можешь. Не волнуйся. Никакой ты еще. Раб – это еще такой вот аванс тебе. Раб Божий – Николай. Раба Божия – Ольга. Это вот намек на то, что когда ты начнешь жить по воле Божьей, исполнять волю Божию, вот тогда ты хотя бы в статус раба Божия встанешь. А потом еще есть друг Божий. Это святые. Христос говорит, я уже не называю вас рабами, но друзьям мне вы, потому что я открываю вам свою волю. Вот святые – это те люди, которые знают даже волю Божию. Бог с ними советует. Бог открывает им дар предсказания, прозорливости предсказания грядущих событий и так далее. Но нам еще дара Бога нужно заразить. Поэтому сегодняшняя Евангелия, она очень актуальна, братья и сестры. Если ты исполнил то, что ты должен был исполнить, неужели ты будешь за это ждать на грани. Раб, который исполнил свою работу, он не должен сидеть и думать, так, ну сегодня будет за это похвала. Нет, он весь день трудился на поле, потом он пришел еще своего господина на камеру, ужин прибрал, и только потом он же сам покушает. Поэтому, дорогие братья и сестры, это не значит, что мы веруем в Бога-узурпатора, что Господь желает вас подавить, унизить, вот так вот, принизить. Нет. Видите ли, какая деталь? В Евангелии от Иоанна мы читаем, Христос говорит, я не называю вас рабами, вы мне друзья. А мы открываем Новый Завет, например, послание Иоакова, он вообще был братом, по плоти, он был сводным братом Иисуса Христа. Как себя называют Иаков? Первую страничку открываем, читаем, Иаков раб Господа Иисуса Христа. Вопрос. Если тебе Христос уже сказал, я не называю вас рабами, вы мне друзья. Почему апостол Иаков продолжает себя назвать рабом? Да потому, что это субординация. Да потому, что, братья и сестры, без смирения перед Богом, без состояния раскаяния, без состояния благоговения перед Богом, невозможно вообще никак строить духовную жизнь. Если мы посмотрим сегодня на протестантов, на западные церкви, они уже дошли до сумасшедствия, заигрывая, и понепрадетывая с Богом, садясь в храме во время молитвы, простите, вы к своему директору на ковер приходите, вы же стоять, голову склонив, не посмейте сесть. А тут ты приходишь в храм, сел ногу на ногу, молишься, кто из нас просит прощения в кабинете начальника силия, ногу на ногу. Да мы стоим, гласки потупы. А здесь пришел, сел, нажал службу, заказал, электрическая свечка замглась. Вот это дух понепрадства, всем рассказываем мы вокруг, Иисус наш лучший друг, так поют в одной церкви протестантской. Это безумие. Да, Господь желает нас видеть вообще-то друзей, конечно. Но здесь вопрос не в Боге от нас. Пока мы не начнем исполнять Божью волю, пока мы не начнем совершать те Божьи заповеди, которые Он нам дал, мы не смеем себя даже рабами-то назвать. Поэтому Апостолы себя называют. Это глубокая тема, братья и сестры, я думаю, что о ней долго говорить сейчас нет большого значения, нет необходимости, но основное направление, я надеюсь, мы уловили. Все, чем может послужить человек Богу, это усмирение и покаяние. Никакие наши заслуги, никакое наше самопохваление, достижение, ничто это не может совершить для нас спасение. Ты сделал доброе дело, потому что ты по-другому не мог. Христианин это человек, который живет не для того, чтобы совершать добрые дела, а живет он так, что без добрых дел его жизнь станет пустой. Христианин это тот, который делает доброе дело не ради доброго дела, а потому что просто по-другому он не мог сделать. Братья и сестры, помоги Господи всем нам, чтобы Христос был для нас пастырем, чтобы он был для нас той дверью в Царство Божьей правды, чтобы мы слышали голос Христов. Дай Бог всем нам не увлечься западным вот этим стилем, что с Богом нужно на ты, что можно прийти поставить свечку и сказать все Господи я все сделал, давай. Да не будет этого с нами. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не будет жить. Только если наше сердце будет смиренным, сокрушенным, раскаившимся в грехах, если мы будем стоять как мытарь, который даже не смел глаза поднимать и молиться Божьей милости, будем не грешны. Какие добрые дела? Прости меня Господи, даже думать стыдно. Какие добрые дела? Мои миллионы грехов и 3-5 добрых дел. Это просто несопоставимо. Нечем мне хвалиться, бедный я человек. Апостол Павел пишет в послании бедный я человек, нечем мне хвалиться. Все то доброе, что хочу, не делаю, то злое, что не хочу, то делаю. Вот это вкратце о всех нас. Поэтому все, что мы можем Богу принести, это только истинное раскаяние, смирение, сокрушенное сердце и понимание, что рабом Божьим еще нужно стать. Аминь. 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 Аминь.